итак 4 числа 4 число январь 24 года поехали так друзья я хочу сказать смотрите какая образуется система но многие это заходит проходит мимо мы типа умные чего мы кремль и паркетные генералы вы кто там диван на этом просто но вы смотрите как двумя пальцами прошлое мы увидим видео могло спасти ванного черкас белгород 24 чеку битыми потому что коммунисты не готовились к войне это сейчас любому объективному человеку становится понятно или что генерала беспилотники это хрень это все это нафиг нам не нужно сейчас вот этих вот этих пропагандонов не слышно и не видно понимаете все время они там на пальцах нам доказывали почему эти самые лохи и так далее тогда а вот сейчас я вам покажу как вот новочеркасск мог быть жив здоров и так сказать моряков конечно жалко ребят погибли поэтому я вынужден хотя вот сейчас мне я знаю что фанаты путина будут на меня обижаться там зуб иметь писать мне гадость хотя я вот я не считаю вас врагами как например зюгановцев вот этих внуков маркса этого бланка ленина бронштейна вот всех вот этих вот все это вот закономерный таток да вот финляндию значит подарили европе да вот она сейчас мирно плывет в страны на то вот уже только ой независимость нам дайте мы мирные люди и тут же точно зубы на нас несмотря на то что мы подняли долбоящие коммунисты подняли их экономику подняли это все дешевый лес дешевое сырье ну все берите к берите кемску область выбор забирайте все моменты все вот как бы да ну давайте я просто вернусь и вернемся к темы на больном мозоль не наступать вот смотрите я там говорил о водороде том что мы вот тем кто будет интересно посмотрят мои прошлые видео вот китайцы не стали чванец а я вот объяснял как это произошло не просто так шарик там прилетел а сначала были наши видео о том что аэростатами то сейчас уровень техники и в свое время москву мы обороняли с помощью аэростатова и сейчас если бы не тупость нынешних комиссаров вот этих ну слышь хрян какой-то откормленный понемногу иначе что там рассчитывал путин там вот этого раз и вот смотрите назначаю вот это вот смотрите какая штука я вот свое время объяснял что возмущался по поводу энгельса аэродрома где на стратегическую авиацию машин долбанули убили летчиков и прочих и объяснял почему это произошло что достаточно было но они же не смотрят они смотрят на ничего не ца при этом мы ему великие маршалы что там кутузов что там суворов там вот и так далее мы вот я я вот пузо себя бью я вот молод а понимаете просто у них стратегические бомбардировщики стояли неприкрытые вообще просто а я говорю но если вам в лом построить ангар а они еще папа попустили ложное видео вот их пропагандисты что везде они так стоят это ну 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 пусть бы везде стояли если все дураки но но так и это не так это враньё просто но иногда бывает выпустили бомбардировщик а ангар не успели сделать но это недолго продолжается американцы все укрытые в ангарах стоят и все это их кто тупая про пропагандонство это кремлёвское коммунистическое посмотрите и я тогда еще объяснял как можно было вот эти вот стратегические бомбардировщики укрытые просто я ну хорошо возьмите строительные леса сделайте их там высокими все шесть опор на них брезент все не видно стоит нам и они же и видят из космоса все мы же занимаем позорное третьим кремль занимает позорное третьим местом по после китая мы страна которая не как этот хвастливый там американец который якобы был на луне открыли к чё он там открыл то украли украли это самый технологию луны 3 что ли и теперь хвастается на этом весе попрощилыги ворюги еще требует соблюдение своих авторских прав и все и москва наша дурная она все это соблюдает по сей день представьте себе и вот смотрите вот брезентом на крыле и все ну нету раздельно может же такой дешевка не дайте бригаду из десяти каких-нибудь запитых этих срок больших я это все сделаю я все расскажу если великим генералиссимусом нашим джугашвилевским вот этим этим не это не подсильная история знает сослагательное наклонение только так же вот во время великий сралин папа просадил нашу авиацию 800 самолетов новейших у нас уничтожили и только 300 в воздухе а 800 на аэродромах и это же повторяется опять что это это же насмешка вот как вы яхту назовете так она поплывет вот если бы не вонючим именем русофоба энгельса который говорил что надо убивать русских неважно по каким причинам чем больше их убьете тем лучше значит вот если следовать не русофобу энгельсу не русофобу марксу который славяне на босс истории а вот ну как бы назвали бы этот сувурова город сувурова тогда бы не написали бы на гербе будь прозорлив и осторожен тогда это вот сразу бы настраивало всех солдат на какой-то другое ламина не на русофобские скотский а вот на какой-то вот действительно ну вот действовать вот по этой схеме как поэтому и вот смотрите ну а вот причем здесь коробу стива да и вопритом при том что последнее моё видео по позволяет вот в боевой водород действовать по той же схеме и вот так же непонятно да стоит сам там самолет под этим презентом или не стоит понимаете но есть там другие методы тепловые мизлудины это уже сложнее это уже проще так и со спутника увидел все ясно видно в последний раз нами люди насмехали что они засыпали вот этим бомбардировщиками покрышками и там вообще западные эксперты уже а что они этим хотели сказать что вы не самолет по мусорная гора или что 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 в этом вообще это было непонятно ну далее переходим кораблю ну я вот ту же схему можно перекинуть но немножко иначе и на корабли на уязвимость нашего флота смотрите вот я предлагал тогда воздушные шары из водорода использовать для того чтобы они будут на большую высоту чем гили поднимутся нам не надо не безопасность можно без крови тихо противовоздушную чтобы они разрядили то вот чтобы вы поняли да вот что вот этот китайский шар который они американцы несмотря на болтовню наших что это не надо слушать серёжу то мы тут сами генералы они истратили три дорогущие ракеты первыми двумя не смогли теплового следа на большой высоте 20 километров а вообще аэростат может подняться до 40 если на водно водороде водород легче били в два раза вот и смотрите но можно немножко вот смотрите та же схема вот корабль мы завешиваем на и к привязан кикарям 4 аэростата ну воздушных шара а шара кто там сейчас у нас поколение егэ мало грамотные скажешь аэростат они скажут а чё это такое вот ну воздушный шара на и вот смотрите а вот аэростат они поднимали существенную величину там но даже бомбардировки осуществлялись в бельгии германия осуществлял но неудачный правда потому что ну по-дурацки они там использовали все вот а в москве вот уже уже до удачно эти шары использовали они помогали сам немецкие самолеты в темноте натыкались на тросы на вот эти шары ну и происходили оборитом соответственно вот или они должны были подниматься на очень высокую высоту где ну как бы а там точность бомбардировки по нового и посмотрите вот 6 точек обора так делаем да и и натягиваем тот же самый брезент над кораблем и не видно с космоса есть корабль или нет потому что у них больше спутников они имеют за счет этого преимущества более того я сейчас не буду этого касаться вот эти установки ну тут же этот набиуллина скажет а это же деньги мои деньги а странно могу за а вы не предлагаете на какие-то корабли на на хрена это аргумента я хочу чтобы она вот парировать заранее я могу ее мысли то читать вот такое это то смотрите как что можно сказать в ответ дело в том что вот это вот еще установка я мог потом начерчу вам простые схемы они надо может вырабатывать электричество причем немало и нам может и такие фантастические вещи сделать не надо над этим поработать вот смотрите мы сделали таких допустим 5 укрытий вот накрыли это ну хотя бы простым брезентом ну или пленкой проклеенной фольгой до чтобы еще и экранировать тепловое излучение да и дальше под какой-то мы можем даже баржу за загнать какую-нибудь дешевенькую списанную что типа там воду на наш новочерка стоит вот под какой из 5 состоит если они по одному нанесут они откроют свои так как только противник начинает военные действия он в определенной степени открывается мы видим откуда летят его ракеты ну или предполагать можем вычислять и так далее его образ действий и так далее она уже не будет для нас неожиданным то есть если будут у нас новочеркасски стояла таких 6 стоянок то вероятность поражения уже тут вот единица а там было сравнивать 15-20 процентов наверное разница есть далее хочу дальше по боевому водороду что перед атакой любой мы не тратя денег очень дешево можем отослать массу шаров что нам это дает даже с точки зрения видеонаблюдения понимаете дело в том что спутник очень многие вещи видит плохо малейшая облачность ему очень сильно мешает а мы можем и надо облаками послать шарик шапу трудно был сбить и под облаками понимаете то есть мы вас регулируем ту которую нам надо мы можем в несколько слоев не пусть и можем вообще пустые шарики я вот там наметил массу вещей как получать водород даже без электричества просто алюминий за ней выливаем щелочью все водород готов то есть все пустой шар отправляем вообще без оборудования пусть они его во время нашей атаки не трудится сбивать наши беспилотники которые тоже денег стоит а вот этот вот за три копейки попробовать сбить вот этот шарик на высоте скажем ну скажем 40 километров да и ну могут и не сбивать ну там может оказаться планируемая бомба наша которая выйдет на цель или беспилотник которые оттуда спланируют ну может там массу вещей как бы придумать ну и вот смотрите еще вот она в этих крынках да в этих крынках что можно сделать но смотрите вот если взять бутыли как простой мусор превратить в оружие ну вот бутыли там допустим из папа воды вот эти большие прибыль вот мы заполняем водород берем вот артиллерия здесь не подойдет берем ну как вот эти вот господи называется тогда и орудие которые вот забрасывает в крепость выпало слова ну ладно ну и вот мы забрасываем противника вот этими пустыми бутылками без пороха без всего просто нагрузили но сейчас же это можно более совершенной сделать что если они раньше чуть ли не на километр забрасывали то сейчас можно на несколько километров вот эти крынки мы забрасали этими бутылками тупые бандеровцы они на самом деле туповатые вот эти нарком они ничего не поймут русские дураки ну за и бросают но знаете один моментик только водород это опасные взрывчатая можно сказать газ он не просто сам горит он просто взрывается даже вот так с хлопком и посмотрели какая штука вот мы ночью вот это все мы все забросали и вся под поверхность покрыта скажут русские дураки забросали нас бутылкой а вот когда обстрел начнется все вот эта площадь она будет пылать гореть и вот сила взрыва ну кто физику знает даже количество жули вырабатывается и бывает это при этом горит и кислород атмосфера то есть это такие начинаются огненные ураганы это вот когда американцы убивали и вот этих жителей мирных германии они вот организовывали вот такие они вот как бы массово артиллерии наваливались и там воздух разогревался до такой степени что он начинал воспламенять деревянные вещи и все такое ну вот можно нашим бандеровцам вот таки вот вот чтобы ну как бы чтобы вот ну как бы не было бы больше желанию убивать жителей белгорода кстати говоря вот смотрите вот я ну вот мы простые люди напрягаемся говорим ну как переживаем забил а вот это вот товарищ который откормленного вот этого показали этого губернатора он даже не появился на передовой уже мужу хотя бы в рекламных целях а потом изберите меня я за едино россию там я прочь он даже вот пушку там не зарядил ну я вот просто ведь его губернатора по масса возможностям я не знаю я там был бы губернатор я бы принял это как за личное оскорбление я бы приехал на передовой я сейчас вам влуплю лично вот я как был сюда привез строй материалы вот это из этого мусора строительного мы сейчас зальем такие зальем это все бетоном все это будет так что вы не подступитесь вот как бы вот мы привезли то-то то-то об сейчас обустроим быть солдат чтобы они вам хорошо сыпали за моих жителей а его и вот он все у путина вот такие ну вот кроме рогозина который он снял с должности а тут приехал вот мы и было тяжело ранен мы видим он там хотел на день рождения собрать и не знаю жив сейчас или нет но вот она не ценит путин своих людей к сожалению вот от чего вот эти вот все вот возникают вот эти вот бурина и вот смотрите какая штука я еще хотел сказать вот два хотел бы на ваше обратите внимание очень помогло бы вот это существует план вот это из углеродного капа волокна которая графена да ну вот которая в 20 раз прочнее стали сделать там канаты ну немножко утопичный план может быть он и в принципе-то осуществимый но утопичный во много а вот полотно сделать вот из этого понимаете вот для того чтобы шарика меньше ну как бы площадь полотно высокая на большая вес набирает а нам как можно надо больше площадь закрыть причем вот эти площадки закрывающие воздушные их можно же перемещать это соединила тросы и бурсе буксировала в море но в любых точках мы можем расставить укрытие для наших кораблей пусть потом бандерово пусть газдепия мили гадает бандеровцы это быдло ну разве это хряк там вот этого которого показывают там это как его хрен с ним чуть-чуть он там на реально ему чуть-чуть говорят то и делает вот и историю первой мировой войны мы сейчас будет изучать в школу он сейчас пойдет на маленько подучиться попал на вас а я хочу сказать смотрите дальше естественно что при этом площадь укрытия на же тоже имеет значение вот несколько шаров и все и где наш флот мы можем хоть сто таких укрытий сделать понимаете то есть ну где-то не может быть угадают нанесут удар а там на оказался наш корабль а где-то не угадают понимаете и москва могла бы остаться как говорится в живых более того это же даже площадка может мигрировать вместе с кораблем но придать ей буксир я вот связи с этим хочу сказать об уязвимости нашего флота вот это мы говорили не только я вот я понимаю что это большая радость вот эти вот эти людоеды вонючие вот эти бандеровцы визжат ой убили моряков радость шашлыки будем жарить но это все понятно но понимаете дело в том что я хотел бы не расстраивать если мы мы открывали по вашим помощником по госдепе огонь мы также бы топили и ваши корабли но мы не открываем вот они вот приспособились так ну и они открыто говорят что на американских же солдат не гибнет ну значит гибнут другие гибнете вы бараны бандеровцы ну потому что у вас ну у вас как вот так не на уровне рыбки как говорится шаре вот эти свиные мозги вот эти тупорылы вот действительно сало жира но вредное то ли это заплывает ну или то есть генетические вы колобуки вот такие ну тупые от природы ну папа был тупой дедушка был тупой служил там турком там шведом ну и вы такие же тупые понимаете ну вот тут трудно сказать вот поэтому ну вот видите ну тут опять таки в области графена это нанотехнология тут вот я могу сказать но надо сказать большое спасибо кремлю вот который назначил вот этого чубайса вот это который сколково разорил и сейчас смылся в израиль и хохочет над вами вот 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 вы не не нас обругиваете вы себя материте почему вы это делаете почему вы не настояли ну вы пришли это же не мы как бы соратники владимира владимировича ну он может быть понимаете как все таки возраст может быть 0 и где-то ослабла и какие-то вот ну вот где-то конечно вот на вот если вот так судить как вы рассуждали что на основе конечно тех ничтожеств которые правят там перхот на макрона ливерной колбасы ну этих жалких правителей дании который там сказал я ваши земли заберу на по исландию не на не надо и они оплеванные стояли на чему ну конечно вот вроде бы когда но почему надо сравнивать с худшим давайте у нас есть примеры немного их правда но они есть как бы другие примеры вот индия например опережает ваш коммунивщик китай по темпам роста там как бы вот но давайте с индии допустим и есть другие страны еще более крутые а под об этом говорил своем видео может быть с этих стран нам надо как бы брать пример вот поэтому вот ну вот за два года можно было вот всю страну всю просто научиться производить все начиная от микросхем два года идет война ну а вот эти вот живоглоты наши коммунисты они на 9 миллиардов увеличили свои доходы для них это выгодное дело оказывается поэтому и гнадо стамбульские соглашения заключать а то война же может закончиться и мы многие не успеют набить свои карманы может быть вот в этом причина того что наш этот неугомонный абрамович там бесится он же просадил все свои купил сначала мужиков себе и не знаю кардебалет лучше купил красивых женщин думал как бы но ему почему-то нужны были именно мужики вообще не не стали едины комбинации не стал выпускать автомобили какие-то новые но не можешь сам найми менеджера но не будь таким тупоголовым и вот он лезет лезет к нам вот давайте я буду обмены вам делать ну может быть он там имеет какой-то икли компромат на путина или все но мне плевать на этот его компромат на все если ваш этот путин выйдет на польскую границу все вот независимо от того что я помню вот ругаю все ему поставят памятник при жизни понимаете просто несмотря на его вот эти позорные провалы после вот этих стамбульских вот этих вот соглашений дурацких вот этих минских соглашений вот это просто вот который нарочно не придумаешь вот это просто сейчас враг силен и опасен так сказать когда это выросло целое поколение долбоящеров бандеровцев понимаете а тогда ты же многие же просто нам симпатизировали я думаю нет никаких сомнений что если бы мы ну хорошенько вооружили союзное нам государство но спокойно самостоятельно я бы дошло и до одессы и харьков бы прошла ну где-то может быть на днепре их там и днепр петровс бы взяли и все назвать город рекой тебе похрен днепр или город или река да вот просто животное вот они отличились вот вот что насекомые придумали понимаете вот этим бандеровцы вот это вот как бы ситуация такая вот я как бы вот этим заметьте мой тема которой я открывая не от многих блогеров отличается тем что вот они ну вот констатирует они может быть и я сам слушаю многих и умные там вывод но они не говорят в основном чё делать я говорю что делать потому что жизнь вас разделила на живых и мертвых потому что те 24 человека которые убиты белгороди бандеровцы тоже просто инструмент так сказать на вас под пашню а вот этот самый все же оружие газдеповская не знают они себя бьют в руки а вы так причем ракета не ваша это не ваша боров поэтому я вот предлагаю над этим вопросом не только подумать а вот просто каждая ссылка высланная вами это 150 52 миллиметровый снаряд и даже более 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 мы вот не нам надо найти 300 человек которые активно вот это оружие которое я вам вкладываю будет пользоваться и победа нам будет обеспечено всего 300 поэтому но я понимаю все житейские там проблемы там все 5 10 не всегда можно найти хотя бы 10 ссылочек кому-то там отослать самому будет приятно что ты для родины что-то для отечества сделал что ты не стадо не было а вот какой-то но я конечно предугадываю что тут найдется масса умников которые они конечно мне меня но если бы они не были ленивыми и тупо умными то они конечно бы и придумали но по на сей день-то ноль ну если так сказать кого-то мы мысли не подходим на попробуйте найти что-то мне альтернативу я думаю что у вас ничего не получится ну попробуйте может быть и вы но чтобы это было какое-то действие чтобы не рассказывали что ваш дедушка это ваш дедушка там ходил в атаку вы никуда не ходили вы там действительно там москве лежите себе на диване и говорите что все эти диванные генералы королев кошкин там даже гражданские лица были да но именно они выиграли не 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 важный великий маршал зуков видео а он бы без них никто был понимает без без т-34 без катюши который изобрел сергей павлович королев которому ваши джугашвилевцы сломали обе челюсти графина графина били человека по по лицу вот вот так вот это все а теперь эти скотобаза вам рассказывает о том я что этого тупой козел был великий полководец что он это все вот это сделала не вот это они колоссальный труд не колоссальные подвиги русского народа нет это вот он он они они это все сделали или в лучшем случае это переводится я еще один момент отвлекусь чтобы повысить боеспособность нашего флота вот нашим русским великим инженером было разработано оружие крана планы вот чем они отличаются друзья вот они развивали скорость которая приводила нато замешательства в шок до 460 километров эти долбоящеры подсунули ему там завистники но материалы алюминий некачественные у него какой-то крана плана развалился половину его посадил все равно но живучий оказалось но однако вот были ну как сказать вот фильм черный дракон он показывает много правда там на него льют и уже грязь на авторов вот это было не так любовницу него не ну фильм художественный может быть автор нам важно что ли ваши там может быть он создал прекрасный образ русского ученого они на не чтобы они же русофобы все русофобия из них прет как навоз из колхозного курятника да поэтому а советские ученые советского ученого значит уничтожили значит получается родители да ну или чё там не знаю вышли они там из тюрьмы ну в общем вот вот к сожалению вот вот такая вот эта вот ситуация вот но по крайней мере в любом случае там показано ну фильм художественный где-то может быть автор там или не имел неправильную информацию значит не это не повод чтобы лить на него там грязь может быть он там может так было может не так нам это важно что сколько у него там было любимых женщин думаю это не самый важный вопрос самый важный вопрос показ образ великого человека и инженера и так далее поэтому я вот и не советского а русского ученого и что вызывает конечно бешеный зуд вот это я краснопузой аудитории поэтому давайте вот с вами ну вот я думаю что кто посмотрит этот фильм я думаю что многим понравится ладно на все на сегодня все пока я вроде ссылочку там в том числе